18 что ли планы были поснимать мкс на фоне марса на матушка природы у них свои коллективы облачно ровно в той части не было как раз сейчас марс то есть этот мкс отставить вон марс 10 секунд назад но не дошел сильно не приближая всего в одном как у в одном градусе меньше чем в градусе от марса должен пролететь мкс сейчас ох сейчас будет красиво ух ребятки девчатки сейчас будет просто великолепно воду красавец вообще да уже скрылся за но за теми же облаками скрылся зря я съедовал на матушку природу мчал я сюда на крыльях мчал мчал и домчал то есть буквально я устанавливал штатив когда мкс уже надо мной был в зените и марса еще не было и буквально несколько секунд чудесно все облака расположены в южная часть только что было великолепно видно юпитер и сатурн и вот нет ничего нет но он сатурн то вижу спрашивает меня в комментариях какие их отличия ну честно говоря во первых представляю себе в какой части неба не находятся есть программа допустим я стволю вам пользуюсь в реальном времени показывает движение планеты относительно вашего местоположения координаты неудобно разложил штатива уже как дубля получилась так получилось потом время до утра еще много дубля еще будет много яркость объектов она не сопоставима со звездами может с какими-то и сопоставимы но ты не смотришь ты не смотришь на северную сторону неба ты знаешь что вот примерно в том направлении находится искумный объект все а потом допустим есть совершенно такие характеристики как самый яркий объект на небосводе и поехали первое понятное солнце через тучки на видать ничего тучки такие какие-то ненадежные может нам еще разведнеется хотя может конечно да первый объект это солнце потом идет луна потом венера то есть вот уже вечером или утро в мае это вечером я снимал венеру после заката во время заката вместе с солнцем солнце еще не село уже можно было снимать венеру чему я был поражен слышать а за счет облаков я по-моему полосы вижу через окуляр так точно вижу наверно на мониторе не будет видно отошел да не видно даже спутников из-за такой облачный получается такое искусственное понижение светочувствительности ой я вижу полосы елки-моталки в окуляр классно видно да чем уж порадоваться пол второго ночи как не вот тебе облачко да она не дурную шутку с нами сыграет они такую услугу нам оказали вот этих высоких светочувствительности настройках фотоаппарата которые позволяют там видеть просто объекты все свет выключили это облака нашло на юпитер сам он на месте можем не переживать да так вот юпитер то есть юпитер, юпитер говорил я про Венеру третий объект на небосводе самый яркий да так и потом у нас идет юпитер то есть в абсолютном большинстве случаев на ночном небе Венеру вы не увидите и как бы царем горы является юпитер просто головой повертели и сильно резко чтобы не отвалилось и самый яркий объект на небосводе скорее всего будет Юпитером где-то в южной части неба тоже где искать Юпитер фух вот это я мчал мокрый спрашивали меня где искать Сатурн Юпитер это сладкая парочка встает на юго-востоке сейчас сейчас это у нас июль июль 2020 года я нахожусь на 50-й параллели северной широты в городе Харькове то есть сейчас прямо за окружной что оно это наверное полкалометра от Харькова это Марс да не хочется дубль тратить перестраивать треногу то есть то есть увидели Юпитер слева от него ну как сказать на каком расстоянии вот 15 лун берете диаметром прикладываете влево чуть выше чуть ниже это будет на влево там будет Сатурн это тоже довольно яркий объект такого яркого объекта рядом с Юпитером вы не найдете больше ничем не спутаете так попрощались с Марсом поехали у нас еще Венера не встала